Девушки отдыхают 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 Ну вот, такое вот жаркое, неожиданное бабье лето. Что ж, в любом случае большое спасибо разработчикам модов и этой игрушке. Погнали, наверное, на заправку. Я, кстати, себе бэкпэк сюда поставил. Ой, как подлагивает, немножко так хорошенько так подлагивает. Так, нам надо... Блин, карта, похоже, поменялась. У меня гараж был немножко не такой и немножко не здесь. Неужели они весь UI пересрали? Нет, ну интересно, что-то новенькое, но очень уж неожиданно и непривычно. Все как-то по-новому и как новый сезон. Реально не здесь был гараж. И вот этой хрени в графике никогда не было. Есть много нового. Но гараж был явно не тут и не такой. Ну ладно, это прям реально выглядит очень непривычно и необычно. Но немного лучше даже, чем было, должен признать. Очень жарко, 30 градусов. Это же охренеть. Либо... Ну ладно, будем считать, что Италия, но новая все-таки страна. Это гаражный кооператив, что ли? Ну да, сильно изменено. И более лихой трафик, так скажем. Ух ты, ничего себе! Это неожиданно. Пешеходные переходы. Они еще пешеходов бешеных добавили. Но очень необычно выглядит, да. И после осени немного непривычно. Слишком по-летнему. Но, как я уже говорил, по сюжету пусть будет бабье лето. Ого, новая тачка в трафике. Такой тоже не было. В общем, похоже на Францию. То есть очень много из платных частей портировали, по-моему. Из платных модов. Так, где-то здесь должна быть заправка. А, вот она. Ого, солнечные батареи. Экологичные. Какие наши экологичные транспортники, да? Так, парковочный тормоз. Нейтралка. Глушим двигатель. И, так сказать, выходим, заправляемся и осматриваемся заодно. Ну, скажем так, стало не хуже. Заправились. Так, ключик. Ключик вставляем. Ага. Заводимся. А, нет. Нужно, прежде чем заводиться, надо это... Заказ взять. Конечно, много чего-то не очень понятного. Ну, грузы хорошо. Так веселей. Даже... Ну, вот зачем вот эту анимашку сделали? Не совсем понимаю. Ладно, так. Яхта. Вот яхты я никогда не возил. И поэтому я, наверное... А что тут еще? Может, новенькое более интересное есть? Ну, это просто контейнеры. Но яхты я никогда не возил. Поэтому я специально запись включил, чтобы записать перевозку яхт. Спинелли, какие-то новые... Новые, так сказать, чуваки. Не зря заплатил, не зря заплатил за эту игрушку. 600 рублей год назад. Не надоело. И они ее обновляют. Главное, чтобы производительность не похерилась. Вот эта анимация нафиг не нужна. Ладно, рейс 4 часа. Погнали к заказчику. Тут новый город вообще. Нужно осваиваться, походу. Ну что ж, к сожалению, лето. А тут есть сервис? Какую-нибудь безделушку хочу повесить себе. Нет, сервисы поблизости нет. А, нет, есть. Карготрасс. Действительно новый заказчик. Круто, круто. Динамику я вижу. Ладно, погнали. Выезжаем за правочкой и... В этот жар... В этот жаркий... Бобьелецкий день. Едем. О, блин, там у них кортежи. Появились. И вот эта вот тачка-мусоровоз. Это нечто новенькое. Деревья. Вообще хорошо стало. Да, здорово поменяли. Прямо-прямо-прямо мне нравится. Стой, стой, стой. Сюда? Да. Немножко не ожидал, что тут так... Все непривычно и незнакомо. Но оно к лучшему. Надеюсь. Надеюсь, вот эти вот не придется цеплять. Так, а где закачиваю? Вот это? По-моему, у них все идет к тому, чтобы добавить пешеходов. А как сюда заехать? Я не могу найти въезд. Это просто охренительно. Ну вот. Это заправка. А как же сюда попасть внутрь-то? Очень неожиданно. Слушайте, а чего-то я не понимаю. О, о, куда я тебе? Ага. Вон, значит, значок. Еще один мусоровоз. Че у них тут стук мусоровозов-то? Ну, вот это точно заказчик. А как попасть внутрь? Неужели тут сделали, наконец-то, подъезд к вратам? Точняк! Охренеть! Так. Интересно. Яхта. А где она? Так. Ну-ка, где там яхта? Где зеленый флажок? Так. 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 Ага. Вот она. Вижу. Жалко, конечно, что лето опять началось. Ну ладно, 30 градусов. Блин, не могу никак смириться с тем, что осень похерилась. Она мне так нравилась. Так, яхта там, по-моему, весом ее довольно-таки девять тонн меньше десятка, значит, то есть, опускать, наверное, не надо. Погнали. Давай, открывай. Интересно, это, случайно, не яхта Абрамовича? Блин, все так непривычно, все по-новому. Ну, отличается от того первого дня, когда я сидел и опиратил. Единственный день я опиратил, ну, точнее, выходные. Два дня, субботу и воскресенье, я опиратил ЕТС. А потом прям у нас в понедельник купил лицензию в Steam. Вот тогда ЕТС выглядел, ну, иначе. Сильно, мягко говоря. Ну, тут главное изменение в карте. Явно чувак заказал перевозку яхты на осень. А че происходит, я Escape нажал, ё-о-о-о. Так, че-то я не могу понять, ну, че, в общем-то. Пусть опустилось. Ну, скажем так, города более выглядят как города. Ждем, когда осень починят. Я очень надеюсь, что осень починят, потому что этот мод мне понравился. На людишку пока можем подсмотреть. Они там че-то даже прям, это, какие-то реалистичные такие, смотрите. Скоро и пешеходы появятся. Здорово, коллега. Нет, не лагай. Спасибо. Пешеходы, я имею в виду переходящие дорогу по пешеходу. И, и, и не очень. Я застрял. Ну, давай, товарищ, дифференциал включай. Включай дифференциал. А где здесь дифференциал? Ага, есть. Прокатились. Дифференциал, молодец. Штука хорошая. Вот хохмата была. Чувак вез яхту и застрял. Так, дифференциал вырубили. А, вот, кстати, и кнопка включения дифференциала нашлась. И она стала анимированной. О, и я куда-то наехал. Так. Яхту не повредил. Я так долго буду ехать достаточно. О. Они ходят. Не, я так буду очень долго ехать. Надо, походу, собираться и прекращать рассматривать новое окружение. Но просто все так изменилось, что больше похоже на city car driving, чем на ETS. Город какой большой. Раньше город там чуть-чуть закат взял, все. Я сейчас поворачиваю. Нет, следующий. Давай, машинка, давай. Конечно, изменения это хорошо. Они нужны, чтобы не приедалось. Но, с другой стороны, я тоже слегка немного консерватор. Были бы они более плавными, а так прямо я в шоке. Но все-таки разработчики молодцы. Это не как разработчики Atom, а такой Atom Text Editor. Там постоянно что-то ломается. Все обновления ломаются. Каждый раз. Все пакеты. Каждое обновление. Здесь один слетел. Каждое обновление, да. Но я не очень активно, конечно, использую моды. Но осень жалко. Прицепы хрен с ними, а осень жалко. Так, все, выехали из города. Почти. Бабье лето наступило. По сюжетам. Топим. 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 Здесь ограничение 80, так как среда не знакомая, я пойду на 70. Сейчас глаз почешу. Устают глаза, конечно. Устают глаза, конечно. А-а-а. Ага. Что-то я не понял. А что, нельзя? Чувак, у меня яхта. Извини, извини, чувак. У меня яхта. Ты не видишь? А почему туда нельзя было? Ох, подлагивает. Терминал тоже обновили. Яхта достаточно негабаритная. Я боюсь снести ей крышу. Верона, мне нужно, я в Венецию поеду через Верону. Терминал roe. Подъемы эта тачка преодолевает на ура. Самолеты ее затормаживают. Топпим. В смысле не тачку, а игрушку. Так, берем 70. Взяли. Нет, не взяли. Че, круиз-контроль сломался? Какого хера? Так, подождите. Я не понял. Или у меня ретардер включен? Не знаю. Может быть ретардер включен, но... Так, управление грузовиком. Фары, проблесковый маяк, звуковой, пневматический. Пневматический, световой, стеклоочистить С, капсулок, все нормально. Ага, да, был ретардер включен. Мне за этой яхтой еще не видно ни хера. Да. Все по-новому. О, какие хорошие отражения. Из-за них тоже подлагивает. Дело в том, что все обновления, они ведут к тому, что... Когда-нибудь мне скажет, Вася, твой комп не подходит, извини. Вот. По этой причине надо бы как-то, не знаю, старые версии, что ли, иметь возможность установить старую версию. Или постоянно в автономном режиме гамать. Ну, или как минимум... Вот, разработчики молодцы. Они предупредили, что мы вводим бетку 1.30. Надо было просмотреть. И каждый раз нужно будет просматривать просто. А, собственно, потянули я следующую версию. Если нет, просто врубить автономный режим, отключить обновление, забэкапить там, я не знаю. Но обновление любят сами устанавливаться. В режиме установил, сломал и похрен. Вот. Ну, надо как-то... Уметь автономный режим включать. Может, потом пиратить придется, но тоже не хотелось бы. Просто как-то заморозить надо все это дело. Просто прекратить получение обновления, если следующая версия будет несовместима. Или перейдет из режима из... Ну, короче, либо если кум перестанет удовлетворять рекомендуемым требованиям, и начнет удовлетворять минимальным требованиям. В этом случае, да, тоже нужно отключать обновления. Ну, что поделать. Зато сохранятся все моды, и ничего не будет меняться, и лагать не будет. Здорово. Да? Я не был в Венеции. Еще на... О, какие лаги. Еще на старой карте. Получается, я здесь нигде не был. Все новое. Ну, конечно, жаль. Но надо признать, неизбежно любые улучшения, они ведут к тому, что придется либо покупать новый комп, либо замораживать обновления. В моем случае это замораживать обновления. Вот жилье хочу, новый комп, не знаю, а куда я дену старый. Продать? Жалко. Ох, какие лаги. И, кстати, по температуре. Жаль, таб не работает по-нормальному. Температура 75, между прочим. Не так уж плохо. Но подлагивает. Венеция, прямо. Я на правильной полосе. Ну, вот. Какие бешеные развязки. С каждым обновлением развязки все бешенее и бешенее. Хочется, конечно, чтобы автор осени, осень, собственно, адаптировал к 1.30. Ну, можем дать ему пару недель. Потом еще раз попробовать осень поставить. Как-то более реалистично становится, но подлагивание немного раздражает. Так вот. кстати пока я еду у меня прибавилось 6000 евро еще тут кто-то видать заработал а можно как-то вот я видел и вот сюда вот вверх вот какую-то информационную панель добавляли как это сделать но графика аудио твое так но это понятно меньше можно молиться усталости правило дальность грузовой предупреждение парковка робидвайзер до тяжелый весный груз выравнивая карта по северу каждый машин всегда оптимальный применять всегда вероятность высадку можно повышать и осень хотя часовые пояса вот это круто в качестве варенье это Субтитры подогнал «Симон» 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 Как-то тут туманно Кстати, это логично, особенно учитывая, что я установил мод «Туман», но так, чтобы днем в солнечный жаркий день Может, это смог горить что-то? Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует... 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 Кнопку я, кстати, так и не нашёл Ну ладно Едем в сервис Давай, давай, давай Я, по-моему, слегка превышаю Как красиво, да? Спасибо, чувак Ага Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Ау, я ещё и не из того ряда поворачиваю, простите, пожалуйста, моя вина. Не сообразил. Я, по-моему, круг сделал. Можно было как-то короче проехать, да? Так, светофор я вижу. Я сюда вообще? Ну, похоже. Так, светофор я вижу. Сообщение. Тихо-тихо-тихо, не наезжаю на тротуар, не надо. Кадровое агентство, да. Погнали в сервис. Блин, понять бы, где он. Чё-то я тут кругами, круги нарезаю просто, похоже. Сервис... Ага, понятно. Сервис... Как-то неправильно карту построил. Ну ладно, ну так. О, селл план. Такой хороший, родимый. Из прошлых версий. ЕТС остался заказчиком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Ну ладно Их теперь три Как поисковых строк в фаерфоксе, блин Ну ладно, попробовать стоило Теперь зато знаю, чё это такое Похоже, потихоньку привыкаю к новым картам Не так уж здесь всё и отличается Чё, а, ну, конечно Спасибо, что пропустили Чуваки, простите, пожалуйста Ну, ну вот, смотри О, я же сюда яхту довёз Только яхты уже тут нет Так, прямые перевозки Ну, вот он, Горис Нам Погнали Обычная такая перевозочка Ну, главное не повредить в этот раз Ничего А то в прошлый раз не очень удачно получилось Зацепился яхтой Неудобно получилось Ну, ничего Неустойка выплатил Выплатил Так 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 Продолжение следует... Поехали. Вот, груз чувствуется. Но тачка довольно мощная на самом деле. Вообще, если посмотреть по лошадям, то, по-моему, она довольно крута. Либо двигатель хороший, либо всё-таки трансмиссия. Так, мощность есть. Двигатель. Так, стоп. Он мощнее, чем фрайтлайнер. А я-то думал, что-то так хорошо идёт. Он мощнее, чем фрайтлайнер. Ага, причина в том, что он для нового уровня, так сказать, только сопределенного левела можно такие крутые тачки брать. Ну, круто, круто. Вот на этом я до этого катался. Да, тачка крута. Думаю, легко идёт. Ещё бы. Почти 700 лошадей. Конечно, легко. И в горочку поднимается тоже неплохо. Ага. Логично. 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 А чё так тормозит при включении дифференциала? Это же нелогично. Да, и вообще, в принципе, работу дифференциала как бы подвагивает. Или, ребята, пусть выходит. Они же рывками движутся, я вижу, как они рывками двигаются. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Вот так лучше глянь Добавил DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Сейчас погоним ограничения, если это там дальше, сейчас эта пробочка рассосется, туман, конечно, да, неплохой такой. Ну, хорошо, не жалею. Осень, туман, всё надо попробовать, правильно? Надо их совместно и осень, и туман попробовать. О, агать будет, это я понимаю. Субтитры сделал DimaTorzok О, ощущаю себя ёжиком. Аааа, этот засыпает. Я, кстати, в реале тоже засыпаю. Туман действительно мощный такой, коллега. Очень реалистичная графика. А, кстати, по температуре. Ну, температура 80, довольно горячевата. У видяхи, в смысле. Что ж мы так тащимся-то, а? Этот ещё впереди тормозит. Вообще ни хрена не видно. Слушайте, кроме шуток вообще не видно ни черта. Так, хотя бы что-то. Да вы, смотрите, ну, блин, это как здесь. Как-то даже мистически выглядит. Перестроиться. Наконец-то он свернул. Наконец-то он свернул. Как-то там. Вау-в-вот. Так. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Стоп, 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 стоп Я же хотел прерваться На отдых А где здесь прерваться на... Блин А, на заправке Только вот здесь тоже карманы должны быть Видно нет Ну ладно На заправку значит поеду А, вон там он еще На заправке можно подрыхнуть А вон после заправки лучше Ну, на заправке ближе Меньше вероятность, что штрафует Ну значит до заправки нужно добраться Впрочем, что там добирается вон? Да Да Да, парковка Ага Изоправка А вот и карман для сна Только надо в него цивильно заехать А, вот он меня обгонял уже, этот чувак Быстро сюда добрался Не то, что я Полуночи А встал В 9 часов 17 минут Баба заработала денег Еще один мужик заработал денег Туман, что-то, куда-то Не пропал Нифига Еще один мужик заработал денег Еще один мужик заработал денег Осталось 5 часов Для того, чтобы допереть Вот это да 5 часов для того, чтобы допереть Это дело Куда надо Так С тупляком Ну, блин, опять полбака Жрет, конечно, он Сдорово Фары включим Потому что там что-то как-то, блин, это Противотуманное у меня тоже торчат, да? Ну, как бы нормально Поехали Нормально, светится Светимся Хорошо Отлично Я думаю, что это Чё, весь день туман будет, интересно, вот, не знаю. Немного раздражает, признаюсь. Так, и, соответственно, нужно только переднюю ставить, на крышу выключить, вот. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, в этот раз успешный Я поеду, возьму какой-нибудь заказ и всё на сегодня Просто возьму, но доставлять не буду Так Не, или даже брать не буду, спать пойду В реалии причём Так, отступляком у меня как Ну, блин, быстро расходуется Красавец Ну ладно, всё Моду буду тестить Достижения раскрывать Ну ладно, всё